В столице прошел ежегодный турнир «Картинг без границ». Это гонки для людей с ограниченными возможностями. На протяжении шести лет заезды проводятся в Москве, в Крыму, а с недавних пор и в Ростове-на-Дону. Мы стараемся в этом проекте дать почувствовать, что жизнь, она продолжается, что ограничения такая условная, что технические приспособления позволяют нам всем быть на равных. И сегодня это не просто соревнование, это праздник духа. Мне очень нравится, море эмоций, впечатлений, драйв, адреналин. Все супер и класс. За всю историю проекта в заездах приняли участие более 300 человек. Отдельно взятый нынешний турнир привлек 70 любителей скорости. Участники нашего проекта – это люди с поражением опорно-двигательного аппарата. Это ребята, которые каким-то причинам не могут использовать в управлении техникой ноги, но при этом залихватски управляют ей руками. В гонках используются испанские карты с ручным управлением, дополнительными ремнями и дугой безопасности. Также на них проводятся еженедельные тренировки. Мы открыли первую в России секцию по адаптивному картингу в этом году, в марте. На территории этого картинг-клуба «Скайкартинг» мы запустили еженедельные тренировки. То есть ребята приезжают, и не просто уже это какое-то для них веселье и мотивирующее мероприятие. Это действительно занятие. Вот надо к этому будет идти, чтобы все-таки картинг для людей с инвалидностью стал уже таким видом спорта у нас в стране. Потому что да, он культивируется в некоторых странах, может быть и не во всех, но во многих. Поэтому здесь нужна и поддержка и государства, и Минспорта, и Федерации автоспорта. В будущем году организаторы планируют запустить секцию адаптивного картинга еще в одном городе, но его название пока не раскрывается.